Всем привет, друзья! У каждого героя должна быть темная сторона. И часто она является прямым следствием его героизма. Например, Халк могуч, но его силы разрушительны. Идеализм Капитана Америки – залог его стойкости, но в современном мире, где добро и зло различать не так-то просто, такой подход ему только мешает. А Тони Старк может решить любую проблему, но своей самоуверенностью он сам того не желая регулярно создает новые угрозы человечеству. Вот так же и работает Marvel's Avengers, проект, полный внутренних конфликтов и противоречий. Игре не занимать талантом, амбиции, внимания к деталям, но разработчики сосредоточили усилия, чтобы она понравилась двум совершенно разным аудиториям, а потому их продукт ежеминутно рискует стать игрой ни для кого. И вот сегодня мы разберем эту нашумевшую игру, которая вышла пару дней тому назад – Marvel's Avengers. С вами Мигу. С одной стороны, Marvel's Avengers – это сюжетно-ориентированный боевик, и фанатам «Мстителей» они наконец-то дарят ту самую играизацию франшизы Marvel, о которой они столько лет мечтали. Хотя новая история разворачивается в собственной вселенной, а в лицах героев едва заметны черты Роберта Дауни-младшего из Карли Тьоханссон, общий стиль узнается мгновенно. Ракурсы и цветовая гамма, анимация боевых приемов, даже отдельные сцены – это все из кино. Черная вдова крутит нортицы на головах противников, а Тони Штарк штурмует небеса под грохот. Рок-хитоп 80-х. Сценаристы справедливо полагают, что игроки уже знакомы с основным составом персонажей, так что сразу отправляются в голубь по сюжету. На празднике в честь «Мстителей» происходит разрушительный теракт. Супергероев признают угрозой обществу, а наведение порядка на себя берет компорация АИМ. Цели у него, конечно же, совсем неблагородные, но вместо того, чтобы бороться с угрозой, «Мститель» уходит в изгнание и оплакивает капитана Америку. Тот вроде как погибает в прологе, но, естественно, всем будет понятно, даже ребенку. Штранно ли поздно Кэп вернется в строй. Примерно как Хоппер. В очень странных делах. Неожиданный поворот в другом. Главной героиней Marvel Avengers выступает персонаж, который прежде не появлялся в фильмах. Это девочка-подросток Камала Хан. В комиксах она известна как Мисс Марвел. Она чудом каким-то переживает катастрофу в начале игры, ну и, как водится, обретает сверхспособности. Хотя это едва ли повод для радости, где на всех ней людей ведется охота. Костяк история выстроена по канонам подросткового жанра. Камала отправляется в путь, чтобы высоединить «Пстителей» и в процессе учится принимать свою уникальность и место в мире. Камала – это, пожалуй, на мой взгляд, это главная удача проекта. Это живая, сложная и очаровательная героиня, в которой легко узнает себя любой фанат комиксов. Она обожает супергероев и легко ориентируется в их регалиях. Но она сама не спешит вступать в их ряды. Постоянные сомнения в ней сочетаются с инстинктивным желанием защищать тех, кто слабее. К тому же немаловажна Камала – мусульманка. И игра регулярно делает на этом акцент, упоминая, например, ее поездку в религиозный летний лагерь. Важную роль в ее жизни играет отец. Они друг друга называют Абу и Бетты, как принято в пакистанской культуре. А свой супергеройский костюм девушка шьет по образцу Буркини – исламского купальника. Столь явный пример позитивной репрендии особенно отрадно видеть в видеоиграх, где арабов чаще рисуют дикарями и террористами. Точка зрения подростка-аутсайдера во многом позволяет сгладить диссонанс между здешними Мстителями и их прототипами из фильмов. Супергерои не сразу поступают под управление игрока, а прежде раскрываются в общении с Камалой и друг другом. Диалоги и анимации точно попадают в знакомые характеры. Брюс Байнер – зажатый нелог в общении. Капитан Америка – воплощает спокойствие и добродетель. А Тор – по-шекспировски, вели речи и размашист в движениях. Но привыкнуть к новым лицам получается чрезвычайно быстрым, однако. Именно во взаимодействии героев скрывается соль сюжета. Ну, это, впрочем, для фильмов Марвела характерно. Полная комиксовых условностей и история о борьбе хороших и плохих парней здесь задает лишь фон для ссоры и примирений, поисков себя и заботы о друзьях. Лучшие моменты игры – это, между прочим, не зрелищные баталии, а маленькие бытовые сценки и пасхалки. Совет на будущее всем вам. Ближе к финалу кампании, уже открыв доступ к разным мстителям, загляните в каюту Тора и попробуйте поднять его молот. И у каждого героя будет своя забавная реакция. Но кинематографический сюжет – это лишь один из аспектов Marvel's Avengers. Как только дело доходит до геймплея, игра обнажает раскол в своем фундаменте. Потому что, по сути, проект пытается жонглировать сразу тремя типами геймплея. Первое – это управляемое кино, основной массив истории. На деле это долгие кассцены, которые иногда прерываются QTE-сегментами и проходками по предельно линейным уровням. Зная себе, вовремя нажимай вперед и прыжок. Поначалу разочаровываешься. Неужели это все, что могут предложить разработчики? Может, в дальнейшем пойдут интерактивные диалоги или отыгрыши действий? Но, к сожалению, не пойдут. Лишь через 4-5 часов игры Камала обнаруживает демонтированный авианосец Пстителей. И выясняется, что все события до этого момента были не более чем прологом. А вот теперь начинается настоящая игра. Но только сперва надо заглянуть в VR-компту для тренировок, где вас впервые подробно обучат боевой механики. Еще раз. Туториал завершается на пятом, мать его, часу прохождения. На пятом. То есть, понимаете, вы должны отдать полдня для того, чтобы завершить этот туториал. Блестяще. Извините, пригорело. Летучий авианосец – это второй пласт геймплея. Это большая многоуровневая локация, куда герои возвращаются между заданиями и которая постепенно пополняется новыми членами экипажа и зонами для свободного исследования. Со временем корабль становится домом. Очередные модификации сопровождаются яркими мини-сценками, закрепляя эмоциональную привязанность игроков к базе. Прием не новый и корнями уходит как минимум к трилогии Mass Effect, но работает удивительно, но по-прежнему эффективно. Наконец, после активации командного пункта, игроки доходят до так называемого мяса Marvel's Avengers. Миссии в лучших традициях Destiny. Дизайн их более открытый. Сюжетного контента немного, а сами операции короткие и стремительные. Но логика явно была заточена под мультиплеер. Собираете команду из засыпанных псителей, выстарываетесь на локации, и частенько это происходит в произвольном порядке, выполняете поставленные задачи. Список незамысловатый. От обороны контрольных точек до уничтожения серии грузов, генераторов или боссов. Впрочем, иногда встречается экзотика, вроде гоночных уровней, где Тору или Железному Человеку нужно за отведенное время пролететь в полосу препятствий. Акцент в этой части игры сделан, прежде всего, на сбору лута. По каждой локации щедро разбросаны контейнеры с ресурсами, а особо полезное оборудование запрятано в специальных хранилищах. Разумеется, ни раз, ни два. Собирательство вступает в конфликт с повествованием. Мстители спешат предотвратить очередной конец света, но каждые пять метров отвлекаются на уведомления от помощника Джарвиса. Внимание, неподалеку замечен ценный груз. Вроде и нелепо, но без лута героям действительно не обойтись. По мере убийства врагов повышается уровень мстителей, но он лишь открывает новые способности. А вот мощность этих способностей напрямую зависит от их экипировки, и на ее развитие уходят все собранные ресурсы. По мере прохождения на борту авианосца даже появляются продавцы особых фирменных апгрейдов, для доступа которым нужно выполнять ежедневные задания от различных фракций. Между прочим, в Marvel's Avengers также присутствует система внешней кастомизации. Для каждого из персонажей, а ведь это число будет постоянно расти с развитием мультиплеера, доступны по 20-25 вариантов костюма. А вот теперь плохие новости. Значительную часть вот этого всего, а также эффектных образов, которые созданы по мотивам фильмов и комикс-арков, а также у них всякие уникальные анимации, их надо будет покупать за внутриигровые кредиты. И хотя валюта постепенно пополняется через выполнение миссий и ежедневных заданий, капает она по чайной ложке в час. И поэтому туда приходится сами знаете, что делать. Правильно, донатить. Причем по довольно грабительскому курсу. Ну, например, допустим, легендарная броня Железного Человека, вот именно на данный момент, не знаю, как будет дальше, но на данный момент она обойдется примерно в 10 баксов. И такое нагромождение систем явно утяжеляет боевку и делает ее менее очевидной, чем, например, в цикле Batman Arkham с его интуитивными скоростными комбом. У каждого из персонажей Marvel Avengers есть своя роль. Халк работает танком, что в принципе и понятно. Капитан Америка блокирует почти все удары, что тоже понятно. Железный Человек быстро передвигается по воздуху и бьет дистанции. Тоже ничего такого. Настройка навыков и экипировки теоретически позволяет персонализировать игроков и героев под почти любой удобный стиль игры. Предполагается, что это будет особенно актуально для кооперативного мультиплеера, но даже Crystal Dynamics рекомендует сначала пройти одиночную кампанию. А это от 15 до 40 часов весьма однообразного геймплея. Не достает и геймплейного взаимодействия героев. Потому что групповые способности в игре есть. Например, я не знаю, где-то человек призывает мощный бронекостюм Hulkbuster, который можно любому из героев передать. Камала там лечит саппортийцев. Что-нибудь такое. Но в рядовых миссиях они фактически не используются. Единственный прок от этого, от этих компаньонов компьютерных, что они отвлекают на себя внимание укрепленных врагов, позволяя зайти с тыла. И хотя схватки нередко впечатляют своей зрелищностью, а баланс все-таки неплохо налажен. Потому что даже, например, на той же нормальной сложности придется попотеть. Но бои скорее утомляют, нежели захватывают. Это на мой взгляд. Кроме всех вышеуказанных проблем, геймплеем мешает еще и парадоксальная однотипность врагов. Из всего богатого бестиария вселенной Марвел разработчики почему-то ограничили хиш-арми роботов разной специализации. И если сюжет Мороза Уэндерс собрал в себе лучшие качества фильмов, то массивную часть геймплея тянет сравнить с наименее интересными сценами Мстителей. Теми, где герои по пути к действительно колоритному злодею должны сначала уничтожить орду его безликих приспешников. Вот только в игре даже уникальные басы преимущественно механические. Сам главный злодей после непродолжительной драки в своем мысленном обличии забирается ну да, в огромного боевого робота. Но главный вопрос остается без ответа. Для кого же все-таки Marvel Avengers сделаны? Кто получит от игры наибольшее удовольствие и при этом не забросит ее раньше, чем разработчики выпустят какие-нибудь новые интересные механики? Казуальные фанаты Marvel будут в восторге от истории, но их наверняка отпугнет громоздкая боевая система. Аудитория лутер-шутеров напротив быстро задохнется от линейности сюжетных уровней и преждевременно сбежит в многопользовательский режим. Особенно, если его продолжат пополнять новыми заданиями героям и типов врагов. Поэтому Marvel Avengers сложно кому-то рекомендовать без серьезных оговорок. Это достойная попытка сделать кинематографическую игру по одной из главных франшиз современности. Она амбициознее, чем скажем позапрошлогодние Marvel's Spider-Man. Она зрелищнее, чем Marvel Ultimate Alliance. Но ее механики никак не складываются в один внятный пазл. И остается теперь уповать лишь, что проект выстрелит на силе бренда. А там уж разработчики с новыми силами и творческой свободой примутся за сиквел. Намеки на него да и обязательные после титровой сцены в игре уже есть. Давайте подведем итог. Вот это все мнение, которое я высказал ранее. Это все было сформировано за 16 часов игры. А вот теперь давайте мы кратенько подведем итог всему этого. Пройдемся по плюсам и по минусам. Их по 5. Давайте начнем с плюсов. Порадовали высокая кинематографичность. Очаровательная главная героиня. Выразительная анимация. Неплохой баланс в боях. И огромное количество пасхалок для фанатов. Но огорчило. Противоречие сюжетных и боевых механик. Черезвычайно долгий пролог. Однотипность противников. Слабое взаимодействие героев. И раздражающие микротранзакции. Ну в общем если по итогу то талантливый зрелищный амбициозный но концептуально противоречивый проект. Застрявший между где-то хорошим фильмом про мстителей и сносным мультиплеерным лутер шутером. Определенно не худший выбор в отсутствии новых релизов киновселенной Marvel. Я вам рассказал свое мнение по поводу этой игры но играть в нее вам или нет это уже решать вам потому что сколько людей столько мнений я просто высказал свое может быть вы прислушаетесь может быть нет но кому эта информация была полезна прямо сейчас влепите лайкусик подпишитесь на канал нажмите на колокольчик и мы будем тогда обозревать новые игры будут выходить подобные обзоры на новинки с вами был как всегда мигом не забывайте про лайки подписки колокольчик ну и до встречи в следующих видео всем пока